Одна из самых серьезных проблем, которая касается каждого из нас – распространение наркомании. Если эта напасть обошла стороной вас и ваших близких, то безопасность и комфорт каждого зависят от состояния общества, в котором наркомания и все, что с ней связано, играют крайне негативную роль. Разумеется, правоохранительные органы борются с незаконным оборотом наркотиков. Мы побывали в отделении по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Славянскому району, сотрудники которого находятся на переднем крае противодействия распространению наркомании. По итогам четырех месяцев 2020 года на территории Славянского района выявлено 53 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на уровне прошлого года. Выявлено 12 тяжких преступлений. Это сбыт и хранение наркотиков в крупных размерах. Также раскрыто содержание притона. В рамках профилактики и борьбы с распространением наркотиков славянские правоохранители проводят большую работу. В первую очередь это профилактика выявления правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Можно сказать, от начальной стадии, от того, как человек решил попробовать употребить, и вплоть до последующей, до боли тяжкой. Сотрудники отделения выявляют лиц, употребляющих наркотики. В их отношении проводится административное расследование. Результаты расследования служат основанием для привлечения к ответственности. Они привлекаются судом к ответственности, к административной. Наказание до 15 суток ареста, 5000 штрафов. А также каждое лицо сейчас становится на профилактический учет, и на него суд возлагает обязанность пройти профилактические мероприятия лечения от наркомании. В последние годы торговля наркотиками в большинстве случаев осуществляется через интернет-сайты, мобильные приложения, мессенджеры, что обеспечивает преступникам анонимность, но не безнаказанность. Данные, обнаруженных сотрудниками сайтов для бесконтактного распространения наркотиков, направляются в Роскомнадзор для их блокировки. Если люди заметят каких-либо подозрительных лиц, которые неадекватно себя ведут, либо могут в любое время суток рыться на улицах под прилогом, что-то искать, в любом случае они будут подозрительны, они будут отличаться. Просьба сообщать в наше дело. И еще, тем, кто решил подработать так называемым закладчикам, нужно помнить, что ответственность за распространение наркотических средств очень серьезная, предусматривающая в зависимости от состава преступления длительные сроки лишения свободы. Вскоре будет проходить межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция МАК, основная цель которой – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков. В этом году операция МАК будет проходить с 25 мая, она как бы еще не началась, но в настоящее время уже выявлен очаг произрастания. Человек пока, ну как, проводится проверка, который занимался выращиванием наркотикосодержащих растений. Также запланированы у нас рейдовые мероприятия, которые также будут проходить с представителями казачества и администрации. Большое внимание уделяется профилактической работе. Подростки и молодежь информируются об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Работа эта дает результаты, и она будет продолжаться и активизироваться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».